МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю аппетитные, нежные и невероятно вкусные печенье-делиция. Печенье по этому рецепту получается настолько вкусным, что у меня половину печенья съели еще в процессе приготовления. И готовится такое печенье легко и просто. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить! Для начала испеку бисквитное печенье. Яйца я уже разделила на белки и желтки. К белкам я добавляю щепотку соли. И белки нужно взбить до легкой светлой пены. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На белках появилась пена. И теперь к белкам порциями добавляю половину сахара от общей массы. И белки нужно взбить в пышную, светлую, устойчивую пену. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Белки я взбила в пышную, светлую, устойчивую массу. Посмотрите, как у вас должны выглядеть белки. Они вот совершенно не выпадают из миски. И на белках должны появляться твердые, устойчивые пики. Посмотрите, как белки хорошо держатся на венчиках миксера. Теперь приступаю к яичным желткам. К желткам добавляю ванильный сахар, сахар, который остался. И желтки нужно взбить миксером приблизительно 2-3 минуты. Нужно, чтобы желтки посветлели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К взбитым яичным желткам порциями добавляю подготовленные яичные белки. И все аккуратно и хорошо перемешиваю лопаткой снизу вверх. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В полученную воздушную массу порциями просеиваю муку. И все аккуратно и хорошо перемешиваю лопаткой снизу вверх. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бисквитное тесто у меня готово. Вот такое оно получилось пышное и воздушное. Тесто я перекладываю в одноразовый кондитерский мешок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Противень я застелила пергаментной бумагой. И теперь на пергаментную бумагу я отсаживаю небольшие по размеру заготовки. На расстоянии друг от друга. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Диаметр моих заготовок приблизительно 5 см. И, чтобы сверху убрать вот эти вот шапочки, я заготовки немножко подровняю шпателем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Противень с заготовками нужно немного постучать по столу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заготовки отправляю выпекаться в обязательно разогретую духовку до 180 градусов. Буду выпекать приблизительно 10-15 минут. Пока первая партия бисквитного печенья у меня выпекается, тесто, которое осталось, я оставляю на столе при комнатной температуре. Первую партию бисквитного печенья я испекла. Вот так вот оно должно у вас выглядеть. Как проверить, что печенье готово? Нужно на печенье нажать. И если оно у вас пружинит вот таким вот образом, значит, печенье уже готово. Главное, печенье не передержать в духовке. А то оно у вас может получиться сухим. И точно таким же образом я испеку вторую партию печенья. Все печенье я испекла. Оно получается мягким, нежным. Посмотрите, какое оно воздушное и пористое внутри. Печенье оставляю до полного остывания. Для приготовления печенья я использую домашнее яблочно-вишневое повидло. И для удобства повидло я переложила в одноразовый кондитерский мешок. И теперь сверху на печенье отсаживаю повидло. Осталось приготовить шоколадную глазурь. К черному шоколаду я добавляю сливочное масло. И все это отправляю на паровую баню. Нужно, чтобы шоколад с маслом растопились и масса стала однородной. Шоколадная глазурь у меня готова. Для удобства я ее перелила в одноразовый кондитерский мешок. И теперь сверху глазурью покрываю печенье. Печенье я полностью сформировала. И теперь отправляю его в холодильник как минимум на 1 час. Нужно, чтобы глазурь хорошенько застыла. Печенье делиция готова! Готово! Вот такое замечательное и очень аппетитное получилось печенье. Сейчас я одну печенюшку разрежу и покажу вам, какое печенье получилось в разрезе. А в разрезе вот такая красота! В этом печенье чудесное сочетание воздушного пористого бисквита, вишневого яблочного повидла и черного шоколада. Настоящая вкуснятина! А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления печенья и вы его приготовите! А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита! И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok